Хорошо, начинаем. Тема вебинара «Продажа недвижимости оптом». Когда я рассказываю о том, что можно привлекать клиентов во время неоткрытых дверей, семинаров, презентаций, активных выступлений, то я вижу, что многие мне поначалу не верят. Но когда мы начинаем рассказывать какие-то детали и показывать, люди приходят, смотрят, то у людей загораются глаза, они понимают, что эта технология работает. С самого начала, в самом начале презентации я хочу сразу сказать, что это, вернее, здесь есть теория, но все основано на практике. Потому что я специально не удаляю комментарии, которые на Фейсбуке, в нашем разделе «Риелтор на миллион», когда люди пишут, что это все теория, что вы что-то придумали непонятно, оно не работает, выдумали непонятную технологию и пудрите людям мозги. Ну, в общем, я специально не убирал несколько таких комментариев, потому что человеку самый простой момент, просто можно зайти на сайт и посмотреть, и зайти на наш проект, посмотреть, что это все здесь, все, о чем мы говорим, оно применяется на практике. Все дни открытых дверей мы проводим уже более года, презентации, семинары тоже больше года. И сейчас я расскажу более подробно, чтобы с самого начала предотвратить вот такое некое скептическое отношение. Меня зовут Максим Амилинчук, сейчас слайд загрузится, чуть-чуть дольше загружается. Я директор по развитию компании «Кром» в городе Красноярск, автор проекта «Риелтор на миллион». На вебинаре присутствуют как подписчики сайта, то есть каким-то образом вы узнали, или вы из соцсетей. Здесь также мы с этот вебинар организован совместно с сервисом Безерро, то есть, скорее всего, вы получали от них приглашение на этот вебинар. Так, нет, не слышно. Если будет не слышно или что-то, какие-то проблемы, пишите, я периодически заглядываю в чат, смотрю, что это. Хорошо. Значит, очень коротко о себе. Я специализируюсь на том, что мы в компании выстраиваем систему привлечения клиентов. Здесь есть несколько ключевых слов. Система – это когда каждый инструмент дополняет и усиливает действия другого. То есть это не набор хаотичных, каких-то разрозненных действий, а инструмент один помогает другому. Сейчас, когда мы будем говорить, будет более понятно. Второй момент – это практика. Все то, о чем сегодня пойдет речь, оно применялось на практике. Сегодня как раз мы проводили, до обеда я проводил планерку в нашей компании, как раз посвященную внедрению этой технологии, еще дальнейшему усовершенствованию технологии. Я вот тут случайно увидел, что даже один человек есть в нашей компании, который на вебинаре находится. Но, очевидно, я ему не надоел еще на планерках и на встречах, поэтому он решил меня еще здесь послушать. Все эти технологии на практике, благодаря этим активным мероприятиям, когда мы собираем людей группами, получены были хорошие результаты. В последний год мы победили в конкурсах и ВТБ-24, и Сбербанка. И вот на семинаре, на конкурсе, который топ-400 сейчас был совсем недавно, если кто был в Белеке, в Турции, был съезд, Сбербанк организовывал победителей, мы заняли восьмое место в России. Понятно, это не призовое место, но учитывая размеры, что у нас не очень большая компания, то я думаю, результат хороший. И третий момент, особенность нашего проекта, это то, что в своей работе мы используем рычаги. Потому что продажи один на один, всегда это очень сложно, это очень тяжело, и не во всех случаях это необходимо. Сейчас я более подробно поясню, о чем идет речь, чтобы было более понятно, все встало на свои места, то есть сначала мы покажем, о чем вообще будем говорить. Чуть-чуть долго загружается следующий слайд. Что входит в понятие семинары, презентации? Есть несколько общих черт, несмотря на то, что это разные технологии, разные механизмы, но сначала мы поговорим в общем, в чем преимущество на первом этапе работы с клиентами встречаться сразу в группах. Что объединяет активные презентации, выступления, когда вы выходите на предприятие или собираете людей в своей компании, объединяет вот что. Во-первых, это живое выступление, то есть один из сотрудников, это может быть сотрудник, это может быть риелтор, это может быть ипотечный брокер, это может быть кто-то из руководителей, если статусная встреча, если людей много, если аудитория такая очень привлекательная, интересная. Это может быть вообще специально нанятый сотрудник, который, если вы обращали внимание, пенсионные фонды, они нанимают менеджеров активных продаж, которые обходят все предприятия, систематически с ними встречаются. И второе общее для семинаров презентации, это длительность от 10 минут до 2 часов. Ну, конечно, 2 часа это, наверное, максимум, который может быть. Как правило, эта презентация продлевается все-таки 15-30 минут. Это наиболее эффективный формат, который позволяет не сильно зависать на одном месте, но тем не менее дать какую-то интригу. Самое большое время, когда мы проводили семинары, это было чуть более полутора часов, достаточно подробный, такой, где мы разобрали все по полочкам. Но скажу сразу, мы редко используем эту технологию. Она более сложная, она более затратная, она энергетически, она, скажем, достаточно сложная. Все-таки полтора-два часа с ответами на вопросы. Это непростое занятие. Далеко не, скажем так, эту технологию, если мы говорим про рычаги, эту технологию очень сложно масштабировать. То есть я не совсем представляю, кто в компании может, как мы соберем людей, которые будут по полтора-два часа выступать. Поэтому все-таки мы идем по более легкому пути. Это путь коротких встреч, там 10-15 минутных. И дни открытых дверей мы собираем клиентов в одно им месте, но об этом чуть-чуть попозже. Мы с этой технологией начнем, потому что я не знаю соотношение. Кстати, напишите, пожалуйста, я смотрю количество участников, и мне, чтобы на какой-то теме чуть больше, на какой-то теме чуть меньше, скажите, кто является руководителем компании, кто может организовать день открытых дверей, от кого это зависит. То есть решение вы можете принять, то есть на какой части вебинара мне больше остановиться, на какой теме. Вот напишите плюсик, если вы руководитель компании. Чтобы мне понять, тему эту пропускать нет, но раз есть люди, мы тему эту пропускать не будем. Я имею в виду не обязательно, это не ИП, не ИП. Мы имеем в виду, есть ли у вас ресурсы, потому что частный маклер, если вы работаете один, если у вас даже трое, то организовать полноценный день открытых дверей будет физически сложно. То есть там нужно нагнетание трафика, а этот бюджет будет просто немаленький. Хорошо. Так, плюсики, но есть плюсики. Новичок, мы дальше потом поговорим об этом. Хорошо, значит, общие черты мы проговорили. Идем дальше. Как все это выглядит? Вот я привел несколько примеров живых встреч, живых выступлений. Ну вот так получилось, что не я на этих фотографиях, мы фотографировали. Это одна из встреч. Не могу вспомнить, где. Скорее всего, это пенсионный фонд, где наши сотрудники встречались с клиентами. Скорее всего, это вручение материнских сертификатов. Вот судя по публике, я представляю, что это вручение материнских сертификатов. Это тот момент, когда районный пенсионный фонд собирает людей в одном месте и вручает им сертификаты. В это время мы как раз присутствуем, даем им мини-лекцию. Аудитория очень хорошая, это целевая аудитория, которая позволяет... Ну, у этих людей уже есть от 400 до 500 тысяч рублей. То есть 428, если они в большинстве регионов России, плюс 100 тысяч рублей, если они находятся в нашем крае. Ну, там есть список регионов, в которых эта сумма больше на 100 тысяч. Это региональный капитал. Следующая картинка, ну, это из этой же серии. И это вручение тоже, да, совместно с банком встречи, если вы увидите сотрудников банка. Это встреча с тоже мамами. Вот у них это первые ребятишки, они пришли за сертификатом. Это вторые уже их дети. Видите, что в этой картинке, вот позитивный какой момент, я не отражал это в презентации, вот сейчас, увидев картинку, сразу пришло в голову, очень хорошо это первое восприятие людей. Вот в большинстве случаев с риэлторами сталкиваются, когда какие-то конфликтные ситуации, человек там ищет квартиру, найти не может, потом ему начинают, он что-то позвонил, 10 квартир, ему везде отказали, он расстроенных чувств, вот это первый контакт его часто бывает с риэлторами. Вот посмотрите, с каким настроением люди встречаются с риэлторами. Им подарили шарики, банки подарили какие-то подарки. Вот лежат наши книжки, если вы в правую часть посмотрите видео, книжки, журналы, каталоги. То есть, если человек заинтересовался, он получает эту полиграфию. Третий вариант, и мы перейдем к следующей. Вот это уже на территории банка. Я говорил, что мы можем встречаться как на нашей территории, так на территории организации. То есть, мы приходим в организацию и договариваемся с ними о встрече. А есть третий вариант, промежуточный, когда банк помогает нам организовать такую встречу. И вот это одна из картинок, когда мы на территории банка встречаемся с представителями, тоже опять же с владельцами материнского капитала. Если вы видите, вот в руках у мужчины, который протягивает руку, это наша книжка, которую мы написали специально для владельцев маткапитала. И вот мы на доске им рисуем примеры, показываем, рассказываем. Вот это в зале сидит аудитория. Что объединяет, какой большой плюс есть у всех вот таких презентаций, это возможность получить быстрый результат. Вот у нас есть короткое видео в рамках, вот есть целое видео, как вообще эта презентация была. Это вот показана конференция, в Красноярске проходила конференция, не конференция, а Дни открытых дверей, в рамках этого были семинары. И вот наша сотрудница выступая, там есть даже на нашем блоге видео, где буквально через несколько секунд к ней подбегает женщина и начинает задавать вопросы, и через неделю она становится клиентом. То есть это быстрое снятие сливок. Можно сказать, это дает хорошие результаты, хорошие плоды. И вот если посмотреть в целом, то вот вся эта картина напоминает айсберг. Люблю очень картинку айсберга, потому что она очень хорошо иллюстрирует. То есть есть какая-то надводная часть, и есть какая-то большая, очень подводная, которая не всегда людям понятна. Очень часто со стороны, почему не всегда получается внедрение, потому что компании наблюдают за тем, как кто-то делает день открытых дверей или вот такое выступление, они увидели внешнюю часть, они увидели вот эту верхушку и пытаются это скопировать. К сожалению, или может быть к счастью, это не получается, потому что основа, основная подготовка, она скрыта от посторонних глаз. Именно поэтому у нас получалось так, что, наверное, первый год мы набивали себе шишки, мы старались каким-то образом это все организовать, построить некую систему. Мы одно делаем, у нас второе проваливается, второе подтянули, третье какой-то хвост. И вот на протяжении года мы не могли все вместе это собрать по кусочкам, но более-менее потом ситуация нормализовалась. И вот здесь у вас еще могут возникнуть вопросы. Если мы говорим про все-таки системность, то мы рассматриваем систему как вот только центральную часть. Вот я сейчас напишу. Коллеги, вы смотрели фрагмент вебинара продажи недвижимости оптом, как привлекать клиентов и продавать квартиры во время выступлений. Если вас заинтересовала более подробная информация об этом семинаре, скачайте его на нашем сайте абсолютно бесплатно, либо посмотрите в виде фрагментов, в виде нарезок на нашем видеоканале. И не забудьте подписаться, чтобы не пропустить все новые видео. Если вы хотите резко увеличить поток клиентов в агентстве недвижимости, используя массовые мероприятия с помощью семинаров, презентаций, выступлений, дней открытых дверей за счет активной работы риелторов, то я рекомендую обратить на два наших мероприятия обучающих. Первое. Это онлайн-тренинг продажи во время семинаров от А до Я. Пройдя этот тренинг, вы сможете создать в своей компании семинар, на который вы соберете потенциальных клиентов, и после которого вы заключите с этими клиентами сделки, либо если вы будете работать с покупателями, вы продадите квартиры. Пошаговый план от 8 до 10 занятий, в зависимости от того, в каком вы модуле, инструкции по набору, по проведению, в общем, от А до Я. Если вас заинтересовала эта тема, вы хотите наполнить офис людьми, потенциальными клиентами, которые будут заключать договора, регистрируйтесь для участия, перейдя по этой ссылке. Если вы хотите, у нас есть еще один продукт, который называется «Продажа недвижимости оптом 2.0». Это переработанный онлайн-тренинг, который назывался «Продажа недвижимости». И на нем мы учим риелторов, используя активные методы продаж, самим выходить на предприятие и делать презентации, после которых потенциальные клиенты становятся вашими реальными клиентами. Если вас заинтересовала эта технология, перейдите по ссылке, познакомьтесь подробнее с структурой этого тренинга. Очень интересный тренинг. Благодаря этим технологиям наша компания совершила резкий рывок, когда начали эту технологию применять. Изучайте, внедряйте. С вами был Максим Амельничук. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова